Кирилл Довкаев единственный парень, который прошел отборочный тур и стал участником проекта «Лицо канала». Молодой человек внимательно наблюдает за работой ведущей в прямом эфире. Работа интересная, Лиля очень грамотный ведущий. Речь, самое главное в формулировке фраз, очень тяжело так не... Фраза не из обычной жизни, составляется совсем по-другому. А это Кирилл уже сам готовится рассказать нижнекамцам о главных городских новостях. Перед тем, как выйти в прямой эфир, с ним была проделана большая работа. Кирилл, ты меня слышишь? Да, слышу. Во время эфира я тебе буду подсказывать в малышном, ладно? Хорошо. Кирилл Довкаев стал первым участником проекта, кому доверили провести дневные выпуски новостей. Волнение сказывается, конечно, очень трудно. Все по-новому, все другое, столько света, столько камер и столько радости и восторга. Восторг испытала и Наталья Платонова. Девушка с яркой внешностью также примерила на себя роль ведущей новостей. Сегодня именно она стояла по ту сторону голубого экрана. Ледяная корка на дорогах. Главой староши Шминска заинтересовали следственные органы. Нижнекамка отметила 90-летний юбилей. Об этом мы расскажем вам в ближайшие пять минут. А это еще одна участница проекта – Сабина Файзуддинова. Девушка учится о замработы в прямом эфире у ведущей нашего канала Альбины Валеевой. Сабину вы сможете увидеть завтра. Она проведет пятничные дневные выпуски новостей. Шанс показать себя и попробовать свои силы получили еще три участницы нашего телепроекта. Это Диля Багауддинова, Анастасия Волнякова и Алла Сафина. Двум последним девушкам предстоит работа со стилистами по смене имиджа. Ну а уже на следующей неделе мы сможем оценить их способности. Девушкам также предстоит работа в прямом эфире. У Римы Гордеевой также есть все шансы стать лицом нашего канала. В кадре девушка смотрится хорошо. Единственное, нужно поработать с речью. Поставить голос ей помогают опытные люди – сотрудники радиостанции ДЕФМ. Безусловно, я буду заниматься дома, читать газеты, книжки, слух. Да, обязательно. Еще две участницы проекта пробуют свои силы в отделе производства программ и рекламы. Среди них Саша Давыдова. Девушка учится писать рекламные ролики. Рекламный ролик, по-моему, должен привлекать людей. То есть его должны все услышать, увлечься им. Рушинья Шияпова попробовала себя в роли корреспондента. Съездила на съемки, взяла свое первое интервью. А кто тебя тренировал? Или у вас физкультура? У нас физкультура. Правда, первые съемки для Рушини стали последними. Девушка отказалась от дальнейшего участия в проекте. В итоге сегодня в конкурсе участвуют 8 человек. На нашем сайте вы сможете проголосовать за понравившегося вам участника. При подведении итогов ваше мнение будет обязательно учитываться. Анастасия Шакирова, Ренат Харасов, Максим Липин. Новости НТР.